Виноградная вина Виноградная вина Виноградная вина Виноградная вина Виноградная вина район, но он дружный. Здесь трудолюбивые люди, мудрые люди. Я уверен, что у нас в Бесаравке есть будущее. На центральной площади города развернулись крестьянские подворья. Своей экспозиции представили четыре из семи примарей района. Мы все хозяйки из нашего села с большим удовольствием приготовили традиционные молдавские блюда – голубцы, плацинды, холодец, сладости, вино, и обустроили касса Мари. Тут есть и ковры, и подушки, которые давали девушкам в приданые. Культуру и быт своих предков показали и гости из соседней Гагаузии. Их подворье привлекало особое внимание гостей праздника. У нас здесь представлено убранство гагузского народа, гагузская национальная кухня. И каждый, кто пришел сюда, смог увидеть нашу культуру, попробовать нашу еду и надеяться, что он ушел с хорошими впечатлениями. Праздничную атмосферу создавали танцевальные и вокальные фольклорные коллективы. Праздничную атмосферу Главное для народа. Вот сейчас эти концерты и все. Но радость большая, радость большая. Тем более такой день сегодняшний. Ну праздничный. Нормальное мероприятие, только народу мало. Люди уже перестали кому-то верить, наверное. В этот день проходила и выставка продажа продукции, произведенной в районе Басарабяска. Хлебобулочных изделий, меда, вина, предметов народного творчества. Умельцы на виду у зрителей демонстрировали, как из природных материалов можно создать настоящие произведения искусства. Это наши, от наших прадедов, плетение из лозы. Единственное винодельческое предприятие района «Басавин» представило, как молодые вина урожая этого года, так и более выдержанные. Этот продукт не сравним ни с чем. Он просто называется вино. Это божественный напиток. И приносим в каждой семье, в каждом доме все застолья у молдаван только в присутствии данного напитка. И он всегда отражает настроение, веселье и здоровье всем, кто его употребляет. По мнению руководителя предприятия Валерия Драгнева, развитию винодельческой отрасли в Молдове должно уделяться первостепенное внимание. Это, наверное, единственная у отрасли, которая может вывести на мировой уровень республику Молдова. Это продукт, узнаваемый уже от Дальнего Востока, Китай, Азию и Европа. Мы покорили мир. Но этих успехов, наверное, нельзя было достичь без помощи виноделов, виноградарей, которые все это время поддерживали, верили в эту идею. Они не уезжали за границу. Даже тогда, когда были низкие зарплаты, они совместно с нами были, и потому они заслуживают этот праздник. О важности сотрудничества с Молдовой в плане экспорта вина говорил и посол Китая в нашей стране Чжан Инхунь. Отведав молдавские вина и блюда национальной кухни, представители иностранных делегаций особо отметили гостеприимство нашего народа. Я впервые в республике Молдова, и вот первые, как только мы перешли к границу, впечатления масса. Что симпатично, страна развивается, это очень важно. Открытые люди, честные люди, это тоже очень важно. Трудлюбивые. А то, что вы умеете отдыхать, мы сегодня все здесь увидели. Праздник изумительный. И сама атмосфера такая располагающая. Очень красиво, добродушные люди, добродушная и приятная земля. И мне хочется сказать, чтобы у нас одинаковые сердца России и Молдове, чтобы это было не только традицией, а жизнью, чтобы у вас все просветало и было всегда такое красивое солнце и такие приятные стало. По словам белорусских и российских гостей, они видят реальные перспективы сотрудничества между городами и регионами наших стран. Обязательно в это дело нужно включать молодежь. Это очень важно. Может быть через культурные связи, спортивные какие-то связи. Но, безусловно, и надо работать с экономикой. У нас есть свои задумки. Я думаю, что мы это все проговорим и будем потом реализовывать. Хотя, конечно, и сложновато. Я считаю, что надо наращивать партнерские отношения не только в Вине и Винограде, а культурно-массовые проводить мероприятия, которые касаются молодежи. Чтобы молодежь видела, как живет Россия и как живет в Молдове. Нам есть показать. И вам есть что показать. Делая первый шаг к культурному обмену, белорусы приехали на праздник вместе со своим вокальным ансамблем. Ну а зараз веселее можно таншить! Иванка, ты Ванка, сорочка высшиванка. Высокие достройки, высокие достройки, дай на бороде ямка. Высокие достройки, высокие достройки, дай на бороде ямка. Очень рады вашему горячему приему. Добрые люди, щедрые, гостеприимные, танцевальные. То есть атмосфера просто замечательная. Спасибо большое, что нас пригласили. Надеемся, что и в дальнейшем будете нас приглашать. Будем приезжать с удовольствием. В концертной программе приняли участие и молдавские звезды Игорь Кучук и Константин Москович. Субтитры создавал DimaTorzok Расходовано около 40 тысяч лей.